Рождество Христово, большой праздник, с наступлением которого я поздравляю всех наших православных людей, проживающих сегодня. Мы как бы разделяем иногда, к сожалению, верующих людей на некоторые такие группы. — По подсчету, который был сделан там с государственной точки зрения, оказалось, что в Эстонии больше всего православных. И, ну, слава Богу, что так. Но те, которые православными себя назвали, можно разделить к нескольким категориям. Мы так иногда, я употребляю это слово, которое и мне так говорят, что в соборе есть прихожане и захожане. Одни стоят все богослужения, посещают, принимают участие во всех таинствах церкви, а другие зайдут поставить свечку, ну, наверное, в это время и помолятся о том, о чем они хотели попросить Господа. Ну, потом уходим. Ну, вот, оказывается, таких захожан очень много. И если бы эти захожане оставались бы на всю службу, то наш Александр Невский собор не вместил бы этих людей. Ну, и, вероятно, если это шире сказать о всех храмах, допустим, Таллина, то то же самое они вместили бы. Храм на нас вмещают немного меньше, чем наш Александр Невский собор. Ну, вот. Но вот надо бы, чтобы эти все захожане были бы церковными людьми, чтобы для них бы богослужение имело бы значение. Отмечать любой праздник, праздник Рождества Христова, ну, как его не встретить в церкви Христовой, в самом богослужении, в храме Божьем. Но меня радует, и всех нас, и духовец, и верующих людей радует, что все-таки на праздник Рождества Христова у нас как бы увеличилось количество богомольцев, потому что мы служим литургию ночью тоже, и утром, как обычно. И, оказывается, ночью собирается очень много людей на богослужение. Хотя это возникают трудности, транспорта нету там и так далее, но собор бывает почти полный или совсем полный. Вот. Это меня радует. И если бы эти все люди, которые заходят или отмечают праздник, стремились бы жить церковной жизнью, то вся жизнь нашего общества изменилась бы. Как-то непонятно, когда люди говорят, я не успел или не успела утром помолиться. Ведь, в конце концов, дело не в количестве молитвы, а в самом качестве, в самом внутреннем расположении, чувство необходимости каждый день начать, прибегая к помощи Божией. И поэтому, как сказать, и сколько сказать, ну, можно сказать одно, два, три слова, но с таким сильным чувством, что оно, может быть, будет сильнее, чем прочтение целого количества молитв утренних слышим. Так же и вечером. Жизнь должна быть с Богом. Бог за нас ничего не сделает. Он не насилует человеческую волю. Но когда человек хочет быть с Богом, когда человек ищет Бога, то Бог ему помогает и, как бы, ставит такие жизненные условия, которые лучше всего способствуют его вечной, радостной жизни после смерти. Поэтому смерть сама по себе, она не страшна, как для обычной люди боятся. Как бы мне не уберечь, как бы ничего. А страшно, если человек не живет так, как дает возможность Бог жить человеку, чтобы быть радостным, счастливым на всю вечность. Ибо конца вечной жизни нет. Вот мне кажется, что на этом должна быть строится и вся наша праздничная жизнь сегодняшнего, уже наступающего праздника Рождества Христова. И с этим днем я хочу всех поздравить, тех, которые чувствуют цель в сердце, что Бог есть, и сказать поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова.